В Мурманске открыли обновленную памятную доску генералу Владимиру Щербакову, знаменитый командующий 14-й армии, прошел гражданскую, финскую и Великую Отечественную войны. Именно он командовал операцией по освобождению Заполярья от захватчиков в 44-м году. На памятном митинге в честь открытия нового барельефа героя побывала и наша съемочная группа. Многие улицы города названы в честь отважных капитанов, командиров кораблей, летчиков, защищавших Мурманск во время Великой Отечественной войны или трудившихся на благо города в ТУ. На слуху жителей Первомайского округа чаще всего звучит имя Владимира Щербакова. Памятная доска в его честь установлена на стене здания районной администрации, а в этом году обветшавший мемориал заменили на новый. В этом году мы отмечаем 72-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье и Совет депутатов администрации города Мурманска приняло решение обновить памятные мемориальные доски защитникам Советского Заполярья. Командующий 14-й армией Владимир Щербаков участвовал в обороне Ленинграда. Сражался на Карельском фронте и в Заполярье. Именно он в 44-м году руководил знаменитой Пиццамо-Киркинэской операцией по освобождению Кольского севера от немецких захватчиков. Сейчас принято так говорить, но никто не обращает на это внимания, что не было бы таких вот крестьянских сыновей, которые делали и свою жизнь, и жизнь государства, нас бы с вами, наверное, не было. Новую доску с барельефом сделал известный мурманский скульптор Александр Арсентьев. Фотографий Щербакова в интернете оказалось недостаточно, чтобы создать образ генерала. Автору даже пришлось обращаться за снимками в краеведческий музей. Ну а вдохновение мастер черпал в документальной литературе. Работать над образом человека, тем более человека незаурядного, всегда непросто. Перед автором сразу возникает громадная ответственность против его личности, перед людьми, которые будут приходить, смотреть твою работу, оценивать ее. Сегодняшнее открытие обновленной доски – это только та небольшая часть памяти, уважения герою Великой Отечественной войны, которого мы должны помнить, знать и чтить, и никогда не забывать. Памятная доска Щербакову – не единственная обновленная в городе. В сентябре муниципальные власти также повторно открыли барельеф героя войны, пограничнику Михаилу Бабикову, который погиб в 1942 году, защищая железную дорогу и подступы к Мурманску.